всем приветик всем доброе доброе утро так что у нас по плану конечно же мы меняем календарик и дату сегодня у нас 17 было в пятница был четверг писали мне что это вторник этот четверг там у меня снег прыгает и сегодня у нас суббота суббота 17 сентября всем доброе утречко у меня уже кира проснулась ну стал ровный ничего зайка буквально через ну так круто через пару месяцев поставим очередь пара месяцев следующем месте я думаю что поставим тебе уже низ и уже начнет все выравниваться так как должно потому что на данный момент она же практически не работает так это конечно все хорошо кира проснулась тоже замечательно а ты еще не рассказала ну один нормальный а второй знаешь как у вампира она соединить челюсть но нормально один такой большой а второй маленький ну значит и еще маленький вампир у тебя второй клык не вырос прикольно прикольно да у меня когда-то тоже были клыки вот такие вот а потом а потом а потом суп с а я себе сразу сделала пиджикюр такие красивые ноготочки сделать при только надо накрасить добби ждет чтобы пойти на прогулку да что ты еще не договорила нет короче снимай меня в зеркале нет давай короче я ж это не молочные были на молочные миксели тоже подпилила потому что они огромные были они просто ну как два вот этих маленьких так может вот это ты спилила свой клык я короче брала и не вот так вот спиливала а вот так вот спиливала чтобы они были острее вот и теперь у меня такие зубы а еще меня висели очень эти дырки и мне очень нравилось когда зубы ровно я короче вот тут подпилила чтобы было немножко роднее а у меня поменялось на воде как-то вах что не поменялось прекрасно а еще ты знаешь что у тебя у тебя нос отпал посмотри да надо будет приклеить я его я его спрятала так что мы его приклеим это я не знаю нет скорее всего сам отпал надо скотчем взять ой скотчем клеем приклеить и без носа не гарно не гарно без носа не гарно треба буду нос зробить так ладно все ты договорила я очень за тебя рада я собираюсь иду гулять кира ты позавтракала кира ведет эфир ты позавтракала я хочу еще гренки а я буду сегодня кушать овсанку я хочу овсанку овсанку с корицей и с яблоком правильный завтрак у киры будет неправильный за чайчик есть у меня шанти что-то совсем плохо и не знаю что лекарственная калю калю ей но она все равно кашляет кашляет какой у нас сегодня уже семнадцатого числа восемнадцатый двадцатый три дня но еще сегодня у нас надо сделать уколу потому что она вот так вот вот так вот постоянно с антиусичка матька я тебя уже не раздеваю чтобы ты в тепле была постоянно все хорошо все хорошо малышка все хорошо сейчас через пару часиков тебе сделаю еще у кончик тебе станет легче все будет отлично кушай кушай а ты не мешай пожалуйста шанти делаем овсанку делаем гренки вот такой вот завтрак держи на здоровье а у меня на завтрак полезности одни полезности вкусная овсяночка все кто кушает вместе с нами ребята всем приятного аппетита хорошего настроения замечательного дня мира добра не болейте семечки и бабушки а потом мы пойдем приклеивать нос который у киры отпал снег тебе нужен такой нос как раз для тебя слушай твой размер твой цвет все твои но ты не игрушка это нос ты еще эфир до сих пор ведешь а ну дай покажу дай покажу кто в эфир попадет всем лайкусики ой какая маска прикольная кто там у нас на эфире да подожди даже я не вижу слепая ли бонт пятнадцать двенадцать лиза стася анка сверлип господина то ма маша я да вот так вот ребята все 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 привет 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 я не хочу зайка где клей пистолет я не хочу на ручке отставь на пошла клеить твой нос подожди где у нас тут где краски тут нету нигде уже пятый раз прохожу а вот клей пистолет он даже с клеем прекрасная далеко не будь ко мне жестоко так и тапок берем я сейчас фильм смотрю спокойной ночью мамочка такой интересный типа ужастика психологически но неплохой пистолет уже заряжается вернее растворяется вернее нагревается и если читаю ваши комментарии и вы там не пишите что машет в английский как пятница среда я знаю я уже увидела что когда переворачивала календарь то он был не на той дате на которой должен был быть в предыдущий раз и я просто на это не обратила внимание то есть получается он сам перевернулся когда-то и получится когда я его переворачивала то я четко знала что у нас должна была быть пятница а так как я просто перевернула и не посмотрела то получилось так что я неправильно назвала извините пожалуйста у нас есть тапок у нас есть нос у нас есть клей и мы приклеиваем мы приклеиваем хорошенько так чтобы приклеилась опачки носик на место надеюсь будет держаться как хорошо что придумали разные клеи пистолеты как хорошо что придумали разные штучки такие прикольные прикольные что так раз два и готово раз два и готово раз два и готово все сейчас это стараюсь добавлю боже я вчера себе руки просто реально посмотрите какие у меня раны и вот здесь посмотрите это я так себе а поразъедала их до крови когда делала уборку на кухне уж увлеклась так увлеклась а в перчатках реально не могу все нос на месте просто замечательно я спасла собаку сделала я операцию киев я тебе сделала операцию собаки все у тебя нос теперь не знаю чем себя сегодня занять я дело в том что ничего не могу делать ой у меня тут клей висит ничего не могу делать по уборке потому что у меня очень сильно руки болят а я знаю что я буду делать я же сделала педикюр а теперь хочу сделать себе непосредственно покрытие посмотрите на это ну смотрите видите висит клей как-то так запутался у меня на руки что я не могу его я лучше не смотрю ну ладно хочешь быть со мной будь со мной счастливый клей уже запуталась полностью вся вна так все все что мне нужно мне нужно придумать какой-то лак я хочу самый обычный самый простой лак а что у нас есть у нас есть неоновый по моему еще у нас был белый я не имею понятия где они все куда кира их все затылила вроде все были на месте а сейчас вообще ничего найти если я сейчас в этой коробке не найду я тогда не знаю где оно все ну что я точно помню что я покупала это черный обычный для чего не хотела я хотела какой-то беленький какой-то красивенький и самый обычный лак кира дела который я покупала белый обычный просто лак но тут его нету черный есть это все гель гель это тоже так не люблю когда ничего на месте не лежит здесь 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 тоже нету мне нужен вот такой вот и черный такой же был и нету ничего вообще нету посмотрите здесь так ладно перебираем точно тут нет вижу просто уже на сто процентов о белый нашла но такой же должен быть еще и черный но его тут ай вот есть это все-таки я слепая раз два вот этим я хочу накрасить ногти на ногах решила все-таки сделать красные ноготочки и одну руку накрасила красиво привела в порядок руки а теперь хоть и незаметно что я вчера что-то делала в общем видите как главное что главное желание вот теперь я красивенькая почти наполовину я сделала и вторую ручку тут нужно будет немножко подправить потому что немножко у меня залезла за пределы ногтя но кира тут нарисовала очень прикольного чувака алкаш парня классного странный ведь один нормально 2 куда-то в эфире непонятно постаре что у него тут а мне нравится я не знаю ну покажи еще раз алкашик очень круто класс все иди блин иди я тут кино новое смотрю называется называется ответный удар ограбление 2022 час дня а я еще совершенно знаете что не сделала что я хочу шанти сделать укол а во вторых я еще до сих пор не плющила пылесос я вообще просто чумею это же лава такое а ничего не сделала потому что у меня ногти накрасила не могу достать накрасила обычным лаком а этот лак обычный господи это ужас какой-то почему не сделают лак чтобы сок моментально нет уже с какой час прошел уже полтора часа прошло как я накрасила он все сохнет 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 и сохнет дуристика какая-то а гель лаком я не хочу красить потому что гель лак потом очень тяжело снимать господи что это такое доби что это такое чего ты на меня смотришь тебе грызть нечего нет он за что за собака такая ну посмотрите что он сделал кират а ты тут было в комнате ты что не видела что он делает что это такое ну что это разве можно так конечно косточки это не косточки это блин их не покрывала я в шоке долги я просто в шоке а теперь ты рычишь да я вам тут делаю комфорт я вам тут делаю хорошо а вы что делаете будешь на полу спать вот так вот ребята зазадить животных понял меня тебе блин зараза малолетняя зараза малолетняя что ты делаешь а на него даже злиться тяжело понимаете просто на него тяжело злиться она шла на диван когда ты куда-то уехал я на нем так разозлился так орала шанс при этом открывать и не вылазил а я знаете как говорю ах ты зараза мелкая что ж ты делаешь зачем ты так себя ведешь еще у меня зарядилась моя штучка это озонатор для холодильника и и включаешь вот так вот она шумит я не знаю слышно вам или нет кладешь в холодильник и он из холодильника убирает весь ненужный запах так ладно пылесос вообще пошла пылесос включить ты бы лучше кира следила за тем как вот этот вот делает шкоду а снег кайфу это что просто включена возле кайф у кота кайфушки только посмотрите пози 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 радости сколько шанти у кого ли все на улице дождь на улице слякоть а мне все равно иду я знаете куда короче вычитала я что можно купить гель-лак который не требует базы топа и так далее однофазный вот я сейчас хочу зайти в магазин манитюра он у вас возле дома есть и посмотреть если что там купить себе лак потому что я себе накрасила и делать ничего не могла а потом начала делать и у меня весь мой лак красивый превратился в нечто непонятное вот такой смотрите он весь покоцаны я вот это думаю что надо пойти купить себе гель-лак только чтобы тут это не заниматься базами топами и прочими фигнями а кира уехала с друзьями в ретро висе к с мотором еще с какими-то там детьми в общем а я иду по своим взрослым делам или по своим хотелкам я не знаю как это назвать но хочу себе сделать нормальный манитюр надоело есть ногти только в порядок привела и хочется как-то красиво их украсить а нечем да у меня на самом деле гель-лаков нету никаких у меня только черные серые а хочется красный вот реально хочу красный цвет давно не было красного хочу красный я купила то что я хотела вот такой вот лак фирма кота фирма кота это лак однофазный без базы и без топа волосы накрутились пока ходила потому что на улице у нас дождь в общем буду его пробовать вот такой но пока вы только один ноготь потому что но посмотрите что у меня видите какие ногти покажу лучше видите какие это все из-за обычного лака вот так вроде бы издалека не видно а вблизи то она вообще все очень некрасиво также купила стиральный порошок и хлебушка и макарон и корма для снега потому что у него закончился все вот такие вот у меня покупки снежок не трогай меня я тебе дам только вечером сейчас хочу открыть окошко очень-очень душно и попробую все-таки один ноготь сейчас сделать вот этим вот лаком потому что на самом деле он такой знаете тягучий тягучий но проверим что у меня получится если получится то будет классно и цена этого гель-лака вообще копеечная стоит 70 гривен 70 гривен поэтому даже если у меня не получится ничего сделать будет для педикюра тоже неплохо один накрасила вот уже второй один слой сейчас еще 2 2 слой и посмотрим что у меня получится видите он такой тянется тянется очень сильно поэтому нужно очень аккуратно наносить а с моим зрением это вообще просто нереально потому что снег мне больно боже еще и снег когтями впился мне господи не лезь сюда мама мия ну не лезь же ты снег понимаете ему надо именно в тот момент когда я ничего не могу ему сделать о вроде нанесла теперь лампу осталась последняя ручка и все возле меня тут собаки ходят и постоянно от меня что-то требует и смотрят на меня как будто я им жизнь свою должна понимаете вот реально как будто я должна свою жизнь смотрят с одной стороны смотрят с другой стороны там подходят там скуля там еще что-то хотят я понимаю что они хотят на улицу но но что домик но надо потерпеть мне тут осталось две секундочки и все я буду с красивыми ногтями тоже совсем совсем чуть-чуть как вы думаете сколько секундочек осталось 10 9 8 7 что ты хочешь о все тогда да 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 отлично и теперь можно трогать и теперь можно все делать и все хорошо теперь у меня красивые ноготочки кстати лак реально неплохой очень даже хороший все замечательно накрасил очень удобно не надо вот это вот один слой второй слой третий слой правда она мне говорит типа он что держится не очень долго да какая разница сколько он держится я что не на маникюр пошла за тысячу гривен себе сделать а сделаю сама так что если он у меня через четыре пять дней слезет то я просто накрашу еще раз вы видели нет ну этот кошмар какой-то ты блин знаешь что иди сюда иди сюда у тебя большой ты мой адобе продолжает грызть да адобе продолжает грызти грызун все грызет ну катастрофа какая-то лежанку сгрыз то сгрыз все сгрыз чумею просто с этой собаки но не грызи ты уже свою лежанку она и так уже вся погрызана шо с ней делать починку нести дурачала пошла с ними гулять ребятушки всем привет короче я под вечер решила прочитать ваши комментарии я вкладке сообщества сделала пост что вы можете писать ваши вопросы и я на них буду отвечать сегодня отвечу на несколько ваших вопросов сразу же их буду удалять из вкладки сообщества чтобы они мне на следующий день не мешали и я не отвечала повторно поэтому не обижайтесь на все ваши вопросы постараюсь ответить если здесь немножко шумно здесь у меня готовится ужин поэтому не обессудьте так она будет пока временно а значит первый вопрос от екатерины серпинской мария расскажите пожалуйста как у вас появилась шанти кто придумал ей имя шанти у нас появилась когда мы были с кирой на море в кирчи я очень сильно захотела собаку там же на море я зашла в интернет нашла шанти я ее там увидела созвонилась владелицы оставила есть залог то есть я перебросила деньги через интернет чтобы шанти была четко моей собакой когда приехала с моря и сразу же поехала и и забрала это было абсолютно спонтанное решение просто вот так вот раз но в принципе как и вся моя жизнь спонтанная появилась шанти когда я приехала и увидела я была в шоке настолько сильно я во первых любилась в эту маленькую собачку во вторых она была очень очень испуганная она была перепуганная вообще жизнью наверное я не знаю что с ней там делали но она по сей день осталась такой же перепуганной испуганной и боится всего на свете и даже нельзя научить ни одной команде как только пытаешься ее научить она сразу же в колобок скручивается и поэтому я ее ничему не уж не учу шанти позволено делать практически все иногда конечно я с ней разговариваю строго так но ей позволено в принципе делать все но она на самом деле очень послушная собака имя как и придумала мы с кирой лежали и читали сказку диснеевскую маугли и в этой сказке девочка которая познакомилась с маугли которая жила в поселке ее звали шанти я говорю кирюш давай нашу собаку будут точно так же звать вот с того времени шанти у нас стала шанти и так она у нас получилось какую профессию кира хотела бы получить когда закончить школу она на данный момент хочет быть психологом принципе я ее поддерживаю на все сто процентов если хочет пожалуйста пусть будет она хотела быть и ветеринаром и стоматологом сейчас более взрослее она хочет быть психологом пусть будет это тоже хорошая профессия при том что у нее очень хорошо получается общаться с людьми давать им какие-то правильные нужные советы даже мне мой ребенок дает советы и да они действительно логичные они правильные и они нужные а сколько кире еще учиться в школе лет но я думаю что до 11 класса она будет учиться по крайней мере мы пока так планируем как она будет дальше не знаю так все я на твой вопросик ответила комментарий твой удаляю чтобы я потом его снова не увидела и снова на него не ответила потому что память у меня девичья планируете так чё-джа-рик это твой ник такой или хо-я-рик хо-я-рик не знаю планируете ли в будущем переехать другую квартиру или уехать за границу ребята у меня в планах много всего но переехать другую квартиру на это надо иметь другую квартиру переехать за границу мечта моя есть я хочу жить в америке вот все знают мою мечту я хочу жить в америке почему-то эта страна меня привлекает больше всего поэтому ну как в планах она есть но осуществится ли она никто не знает так малика гулиева мария как вы отнесетесь к тому если у кирочки появится парень мне очень нравится что вы не лезете вы личное пространство это круто как я отнесусь если у киры появится карель парень карель абсолютно абсолютно нормально ребята ну блин люди взрослеют люди умнеют и парень когда-то у нее должен появиться обязательно абсолютно нормально главное чтобы у меня с этим парнем были хорошие отношения если у меня с ним будет хорошее отношение я его буду любить если будут плохие я его буду не любить поэтому как это говорится через меня и будет все окей так следующий комментарий queen and клинчик это наш фанчик в инстаграме очень очень классный какие качества привлекают в людях на самом деле меня привлекают качества это отзывчивость это честность и это не навязчивость я терпеть не могу навязчивых людей то есть если вот мы общаемся то мы общаемся но если не начинают очень много раз писать звонить или что-то пытаться от меня требовать меня начинает отталкивать от этого человека ну и конечно же чтобы он был веселый не замкнутый потому что замкнутые люди они очень выключаю они очень скучные вот честно вам скажу надо быть открытым не стеснительным веселым позитивным радоваться жизни как потому что жизнь у нас одна если мы не будем радоваться сегодня то завтра можем и и не порадоваться вообще при предопределена ли наша судьба или все зависит от нас ой вот на этот вопрос мне очень сложно ответить знаете иногда мне кажется что все зависит от нас но все-таки большие факторы того что все-таки наша судьба уже запланирована уже все известно на будущее что с нами будет как бы мы не стремились пересечь какие-то границы того что мы не хотим сделать в любом случае что-то придет потому что вот у меня в жизни наверное уже много раз и сталкивалась с тем что как бы я не хочу чтобы это происходило я перехожу обхожу эту сторону негатива которая должна была произойти но она каким-то образом все равно появляется если не сегодня то завтра если не завтра то послезавтра то наверно скорее всего 60 на 40 60 до уже у нас судьбы все расписано 40 нет чему бы ты хотела научиться в будущем я чему хотела бы научиться в будущем скорее всего спокойствие которому я до сих пор еще не научилась я до сих пор еще очень эмоционально очень вспыльчиво и очень обидчивая вот скорее всего вот этих качеств и я бы хотела у себя вообще убрать чтобы у меня их не было если странные привычки если у меня странные привычки да наверное кучу у меня странных привычек и какая же у меня первая странная привычка причем я сегодня думала о своих странных привычках и вот как-то так знаете раз и вы или Наверное, одна из моих странных привычек, я постоянно трогаю волосы, это уже даже заметно по видео, я постоянно трогаю волосы, постоянно они как-то мне мешают, вот это, наверное, одна из моих странных привычек. Еще у меня есть очень странная и плохая привычка, я деру, когда нервничаю, я деру кутикулу, я иногда раздираю себе пальцы просто до неузнаваемости, или бывает даже не нервничая, вот с кем-то разговариваю на какую-то серьезную тему, и вот это вот у меня, если я себе не сделаю маникюр, и у меня его нету, то все, у меня руки будут просто ужасные, поэтому да, вот такие вот у меня странные привычки есть. Еще у меня странная привычка, я не ем борщ без хлеба, вообще, то есть если нету хлеба черного, я больше кушать не буду, представляете, с белым хлебом я борщ не люблю, и я его вообще с белым хлебом не понимаю, максимум это пончики белые с чесноком, вот это вот единственное, а так, ну, наверное, вот такие вот, то, что я вспомнила, а так, наверное, у меня дофигищи и больше этих странных привычек. Первая привычка, это короче слово, вот это вот вообще самая глупая и ужасная привычка. Какие свои детские мечты ты смогла сделать реальностью? Завести кучу собак и котов! Это моя была детская мечта, что у меня всегда будет много животных, и она осуществилась, и никто мне не говорит, Маше, тебе нельзя, Маше, нельзя. Я сама решила, я сама завела, я сама страдаю из-за них, я сама мучаюсь, но я кайфую от них, потому что я их безумно-безумно люблю. И были ли кумиры в детстве? Может, это какой-то актер, певец? Да, конечно, у меня в детстве был кумир, это Леонардо Ди Каприо. После фильма «Титаник» вообще просто мечта, любовь моя была, был, так что есть такое. Как вообще проходило детство? Какие интересные истории, которые вы ещё не рассказывали? Можно Кирины? Как проходило детство моё? Я на самом деле была очень замкнутым ребёнком до поры до времени. Я, наверное, до девятого класса или до восьмого класса, я точно не помню, я была очень замкнутой, потому что, во-первых, меня обижали постоянно в школе, меня дразнили, я была очень маленькой, очень худенькой, вот. Вот у меня были проблемы с внешностью, не хочу говорить о них, это всё детское, и меня очень сильно обижали. Со мной до девятого класса, вот не помню, до девятого или до восьмого, со мной практически весь класс не общался. Только после того, как я уже немножко подросла, и со мной начал встречаться мальчик нашего класса, который был самый такой первый в классе, то все просто сразу же были в шоке, типа, каким образом Маша начала встречаться с этим парнем. И у нас с ним были очень хорошие отношения, он меня очень сильно любил. Но мы разошлись, опять же-таки, ну, ничего вечного не бывает, разошлись по-хорошему. Мы до сих пор друзья, у него своя семья, у меня своя семья, вот. Но вот после этого я уже начала более становиться активным ребёнком, активной женщиной, активной девушкой. Я стала такой забивной, грубо говоря, как сейчас дети говорят, оффник, типа такого плана. То есть я всегда лезла во все драки, я всегда лезла во все разборки, я за всех всегда стояла горой. Боже мой, если бы только знали, сколько раз я в милицию попадала, ещё тогда милиция была, сколько раз я была каким-то там свидетелем, боже мой, у меня детство было вообще очень-очень весёлое в этом плане. Но это уже после какого-то определённого жизненного пути, который я прошла сначала в оскорблении, в буллинге, в сильнейшем. А потом как-то так взяла себя в руки и показала всем, что такое Мария. Так, Винчик, спасибо тебе за комментарии, очень крутые были, я удаляю твой комментарий. Так, Айнастис. Здравствуйте, Мария, я задам два вопроса. У Кири в школе свободная форма или всё же есть какой-то дресс-код? Нет, у Кирюшки в школе свободная форма. Это можно увидеть по видео, потому что мы никогда не носим никакую. В первых классах был дресс-код, нужно было ходить белый верх, там тёмный низ. Сейчас дресс-кода уже никакого нету. Да и сейчас ситуация такая, что какой там дресс-код? Главное, чтобы в школу вообще ходили. Второй вопрос, как у вас дела? Замечательный вопрос. У меня всё просто очумительно круто. Овчерова Варя, я извиняюсь, если я неправильно читаю ваши неги. Здравствуйте, Мария, расскажите, пожалуйста, про все свои татуировки и их смысл. Ребята, значит, рассказываю, рассказываю. Вот эта вот татуировка у меня здесь, вот эта вот татуировка у меня здесь написана МК. Две буковки. Маша, Кира, понятно. Следующая татуировка у меня, как же так показать, это фотоаппарат. Но тут тоже понятно, потому что я начала заниматься Ютубом, и я решила сделать себе татуировку фотоаппарата. Почему фотоаппарат? Потому что раньше я ходила с камерой фото, и где была видеозапись. Да потом уже телефоны стали крутые, на которые я сейчас снимаю. Они даже лучше, наверное, чем камеры, ну если небольшие. То есть у меня был такой Canon G7X, хороший фотоаппарат, но до сих пор у меня есть. Вот, но на телефоне стало удобнее, он более компактный, ты всегда с собой носишь. Поэтому вторая татуировка, это у меня моя профессия. Вот эта вот татуировка, это роза. Эта татуировка тоже у меня сделана по смыслу моей жизни. Был один такой человечек, который хороший друг, наверное, можно так сказать, который мне однажды подарил розу и сказал, пусть она принесёт тебе только самое хорошее и самое лучшее в твоей жизни. И я вот в честь этого сделала вот эту бутрозу. Надеюсь, она мне принесёт когда-нибудь что-то хорошее и самое лучшее. И ещё одна татуировка у меня это... Ой, Бозе, Бозе, сейчас как-то так стану и покажу. Здесь у меня лилия и бабочка. Что означает лилия? Что означает лилия и бабочка? Это лилия, цветок просто, на самом деле, вообще без всякого смысла. А бабочка это, знаете как, можно так сказать, я, наверное, когда её делала, я думала, что я стала свободной. Вот я была, жила постоянно в коконе, когда была замужем. И я вот вышла из этого кокона, я стала красивой бабочкой. Я себе сделала татуировку бабочку. Вот такие смыслы моих недушек. Я надеюсь, вы меня поняли. Так, привет, Саша Маша, расскажите про свои планы на лето, если бы не было войны. Люблю вас, Вероника Данилиц. Не буду рассказывать про планы на лето, потому что лето уже прошло. Если бы не было войны, было бы очень всё по-другому. Но что вспоминать, что будет, когда его не было? Вероника, что вспоминать, что было, когда его не было? В общем, на твой комментарий, к сожалению, я ответить не смогу. Так, по поводу Той. Мария, есть в планах покупка жилья в будущем для Киры? Или она будет сама на неё копить? Я так предполагаю, что я здесь всё оставлю, если вдруг не будет у нас никакого расширения. А сама уйду куда-нибудь вместе с животными, куплю себе фургон, поеду тусить, носить четыре стороны. А она будет здесь уже сама свою жизнь расхлёбывать. Без меня. Диана Дусарь. Расскажите о самом интересном событии в вашей жизни, которое с вами недавно произошло. Ну, наверное, тут самое необычное событие в моей жизни, то, что у меня появился анонимчик. То, что у меня появился человек, который действительно дарит мне радость, который дарит позитивные эмоции, который дарит незабываемые ощущения. Вот. Наверное, это самое необычное событие, потому что я, честно сказать, я никогда не думала, что я могу кому-то настолько сильно нравиться, и этот человек будет мне настолько сильно дарить вот эту вот радость. Поэтому, наверное, это самое необычное, что со мной произошло. Я до сих пор не верю, что у меня есть такой человек, который действительно ко мне относится так, как он это показывает. Поэтому ему респект, ему лайк, и тебе спасибо за комментарий. Так, давайте, наверное, ещё один вопросик, и всё. И следующие вопросики будут завтра. Я растянул времечко, договорились? Кититока. Мария, если бы вам предложили уехать в США вместе с Кирой, вы бы согласились? Конечно, ребята, конечно, я согласилась бы на сто процентов. Вот почему-то хочу я именно там жить, не знаю. Я очень много смотрю блогеров, которые уехали жить в США, я очень много смотрю тиктокеров, я очень много смотрю людей, и вот мне безумно симпатизирует, импонирует, вот близко вот это вот всё. И я очень сильно хочу, да, конечно, это моя мечта. Это, наверное, единственная моя мечта. Я, конечно, не уверена, что она у меня в жизни сбудется когда-нибудь. Возможно, в следующей жизни. Но я буду сильно мечтать, чтобы, если не в этой жизни, то в следующей. Обязательно я родилась где-нибудь в Америке. Так что я надеюсь, что всё будет хорошо. Спасибо вам за ваши комментарии. Сейчас я сразу же удалю комментарий, чтобы он не повторился. И все следующие вопросики я расскажу в следующем влоге. Вопросы, кстати, в этот раз очень клёвые, очень интересные. Слава богу, что нет вопросов. Где Серёжа, где Вика, где Саша, где Маша и так далее. Спасибо большое всем Тёмочке, всем лавушке. Пошла звонить Кирюхе, чтобы она уже шла домой, потому что она у меня отпросилась до 8.30, уже 8.16, и её обещал Егор провести, поэтому я их жду. Всем пока!